Рюкзак, школьная форма и, конечно, красивая канцелярия. Крымские школьники готовятся к новому учебному году. Все необходимое для школы можно купить на ежегодной школьной ярмарке в центре крымской столицы. В этом году она расположилась на набережной Салгира. Продавцы жалуются, многие не знают это место, поэтому покупателей пока немного. Очень многие люди говорят, что приходят на парк Тренева, на улицу Самокиша, Севастопольскую. К сожалению, там нас нет. Постоянные клиенты у нас, потому что мы торгуем здесь, как говорится, в основном все одни и те же. Ассортимент у нас у всех хороший, цены мы не поднимаем. По сравнению с прошлым годом у нас цены практически такие же самые, как и в прошлом году. Мне хотелось бы, чтобы торговля была получше, потому что люди жалуются, мало палатов, мало выборов. В прошлом году их было в три раза больше. Товары дорожают с каждым годом, но, по словам торговцев, цены старались не поднимать, учитывая покупательскую способность родителей. Каждый день, да, приходят люди обязательно, констовары берут, нужно, все нужно. По ценам, ну, цены поднялись, много, конечно, по сравнению с прошлым годом поднялись, ну, процентов, смотря на какой товар, от 10% до 30%. Немножко подорожало, не без этого, не может быть, потому что подорожала, например, доставка. Дороже всего родителям школьников обходится форма, на костюм придется потратить от 4 тысяч рублей. Юбка с блузкой или брюки с рубашкой обойдутся минимум в 2,5-3 тысячи рублей. Но школьная ярмарка все равно остается одним из самых дешевых мест. Мы выбираем блузку в школу, блузку, юбку. Мы сразу сюда ходим и все покупаем здесь. Мы даже у этой девочки берем, мы в том году отбрали у нее. Мы купили рюкзак с котиком. Я люблю котиков. Первый раз пришли на ярмарку, в принципе, по ценам все доступно, лояльно. Ну, пока только рюкзак, сейчас идем дальше. Надо всякие подставки для книг, канцелярию. Собрать ребенка в школу остается недешевым удовольствием для родителей, но со скромным бюджетом сделать это можно и за 5-7 тысяч рублей.